День косарей отметили в Крачаевой Черкесии. Ежегодный турнир проходил на перевале Гумбаши. Кому удалось стать лучшим в старинном ремесле. У истоков культуры в Домбай яркий и колоритный Крачаево-Балкарский фестиваль порадовал гостей насыщенной программой. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск «Вести Крачаева-Черкесия» в студии Дарья Тендит. Начинаем выпуск с печальной вести. На 1971 году ушел из жизни председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» муфти Крачаева-Черкесии, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Хаджибердеев. Глава Крачаева-Черкесии Рашид Семреза выразил соболезнования родным и близким известного богослова. Исмаил Хаджибердеев – первый муфти нашей республики, руководил религиозным управлением с 1991 года. С 2003 года возглавлял Координационный центр «Мусульман Северного Кавказа». Он умело выстраивал созидательный диалог между представителями разных конфессий и национальностей нашей страны и зарубежья, укреплял традиционные ценности ислама, внес большой вклад в развитие мусульманской уммы, укрепление духовно-нравственных ценностей среди молодежи. Исмаил Хаджибер был очень мудрым и добрым человеком, патриотом своей малой родины и всей России. Служил примером для многих поколений. Похоронили сегодня муфтия в его родном селе Первомайском Малокарачаевского района. В лагере «Лесной» стартовала лагерная смена для детей-участников СВО «Академия детства 2.0». Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Семреза в своем телеграм-канале. Пока наши земляки, настоящие герои, доблестно защищают интересы нашей страны в зоне специальной военной операции, они должны быть уверены, что об их родных, в частности детях, есть кому позаботиться. С этой целью в республике специально для ста детей-бойцов стартовала особенная лагерная смена. Впереди ребят ждут незабываемые три недели. Обширные досуговые и развлекательные программы, экскурсии по достопримечательностям республики, мастер-классы на абсолютно разные темы. Тренинги личностного роста, индивидуальная и групповая развивающая и коррекционная работа, занятия по навыкам коммуникации, встречи с выдающимися людьми Карачаева-Черкесии, музыкальные и творческие вечера и многое другое. Важно, что помимо вожатых и педагогов-наставников, с детьми будут работать опытные психологи и социальные работники. Летний день год кормит. На перевале Гумбаши прошел ставший уже традиционным конкурс косарей. Необычные состязания на стыке спортивного азарта и старинных народных промыслов уже не первый год организовывает администрация Карачаевского района. О победителях и призах в материале Ахмата Халкечева. И в этом году необычные состязания собрали 25 претендентов на звание лучшего в старинном ремесле. Место проведения состязаний в одном из оживленных туристических маршрутов выбрано не случайно. Ведь гости нашего региона должны увидеть, что здесь живет народ созидающий, говорят организаторы. Также они с удовлетворением отмечают, что конкурс начал приобретать черты профессионально-спортивных состязаний. Я слышал, что уже заказывают инвентарь с Москвы, потому что они же интересуются. Я же еще раз говорю, итальянские, косу-павстрийские, у них металл, по-моему, какой-то другой. И вот я интересовался, говорят, совсем по-другому они косят. То есть молодежь интересуется. Сегодня не только там смартфоном, телефоном, чем-то еще, а косами, вилами, трудом. То есть это настоящий физический труд. Конкурс хоть и называется районным, соревнования являются открытыми. Принять участие может любой желающий. Соответственно, с каждым годом растет не только количество участников, но и их мастерство. Есть участники, которые участвуют уже первый раз в этом конкурсе, соответственно, у них и козьба не очень. А есть участники, которые уже участвуют не первый год, у них, соответственно, и козьба намного лучше. И вот как мы уже здесь видим, что практически в чистую здесь косят. И есть участники, которые уже вот в ноздря, в ноздрю идут. Это представители верхней моры и нижней Тиберды. Территорию одного гектара с четвертью специальная комиссия разбила на участки по семь суток. Ну а кому какой достанется, конкурсанта определяли путем жеребевки. Кроме скорости, судейская коллегия оценивает и качество козьбы. Стерня после укоса не должна превышать пяти сантиметров. А волоки должны быть максимально ровные и недопустимо под ними оставлять нескушенной травы. По итогам аналитики экспертов, серебро состязаний и денежный приз в 50 тысяч рублей достался жителю аула Нижняя Мара Энверу Лепшокову. Третье место и 25 тысяч рублей забрал житель аула Учкулан Хазыр Барлаков. Ну а лучшим косарем 2024 года признан житель аула Верхняя Мара Аслан Хачиров. Победителю вручили денежный приз 100 тысяч рублей. Честно сказать, трудно было. И место попалось такое, трава тоже жесткая была. И по завершению соревнований гости и участники еще долго не хотели расходиться. Ну а праздничное настроение мероприятия поддерживала разнообразная концертно-развлекательная программа. А также гостям праздника продемонстрировали традиционное гостеприимство у гостев блюдами национальной кухни. Ахмад Халкетчев, Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район, Переволгумбаши. На высокогорном курорте Дамбай прошел фестиваль у истоков культуры, который объединил людей, принимающих участие в сохранении и популяризации богатой культуры карачаево-балкарского народа. По яркой и колоритной программе праздника для гостей были организованы различные конкурсы, мастер-классы, дегустация национальных блюд и выставка народных промыслов. На мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Колоритная и яркая программа была представлена на фестивале у истоков культуры, где каждый из гостей мог познакомиться с богатой и разнообразной карачаево-балкарской культурой. Основная задача данного мероприятия – сохранение культурного наследия. Мы хотим, чтобы наши гости, помимо знакомства с нашими курортами, познавали уникальное разнообразие национальных традиций, проживающих у нас в Республике народов, отмечают организаторы. Для наших туристов, гостей и местных жителей сегодня у нас на фестивале представлены мастер-классы по изготовлению хычунов, шорпа – это вот наши традиционные блюда, войлочные изделия у нас есть, даже карачаевские, бычак называется. Также танцы наши, блюда, как я уже сказал, спортивные игры, состязания. И возрождаем вот эти былые, старинные наши игры, старинные обряды покажем. На этой площадке фестиваля участники могли познакомиться с такими национальными играми, как «Альчики» и с мифами нартского эпоса. Мурат Токов также рассказал о разработанной им игрой «Нартиада», которая раскрывает фантастический мир героев нартов. Восстановление и возобновление народных игр – это отчасти восстановление народной культуры. Это является одной из статей развития Российской Федерации. И развитие народных игр и также культуры способствует народу сохранить свою идентичность, что позволяет развиваться народу и позволяет развиваться детям и взрослым тоже. А это уже выставка войлочных изделий, где гости могли познакомиться с работами карачаевских мастериц. А здесь можно приобрести для себя карачаевский нож, который искусно выковали местные кузнецы. Особый ажиотаж вызывала дегустация национальных блюд, где были представлены разнообразные лакомства и воды из различных источников. Мы просто в восторге! И этот фестиваль открыл нам интересную и удивительную культуру народов Северного Кавказа, отмечают гости и участники мероприятия. На самом деле очень интересно узнать о другой культуре. Очень здорово! Потому что Россия – она такая обширная страна, и вот этот кусочек, который входит в Россию, очень здорово его узнать поближе. Его культуру – это правда очень интересно. На самом деле мы оказались здесь совершенно случайно, но я безумно рада стечению обстоятельств, которые нас привели сюда, потому что это безумно интересно – познакомиться с культурой, с кухней, с искусством, каким-то творчеством. И здесь хочется быть, отсюда не хочется уезжать, и хочется задержаться здесь подольше. Ну и куда же без горячих карачаевских хачанов, которые славятся своей мягкой и вкусной начинкой. Работники отдела культуры Карачаевского городского округа поделились рецептом с гостями. Ну и, конечно, каждый мог попробовать блюдо национальной кухни. А кульминацией фестиваля у истоков культуры стал конкурс посвящения в джигиты. Участники должны были поймать барашка и сесть, держа в руках животное верхом на карачаевскую лошадь. В итоге победу одержал гость из Дагестана. Также для собравшихся был организован яркий праздничный концерт с участием музыкальных коллективов отдела культуры Карачаевского городского округа. Али Халебшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Дамбай. Совсем скоро в России будут отмечать День парикмахера. Сейчас этих мастеров красоты называют барберами. Откуда пошло это название, любой ли человек может стать барбером, и много ли в нашей республике стильных мужчин найти другие вопросы? Нашему корреспонденту Белли Джизаеву ответили талантливые мужские барберы Зуля и Джонни. Интервью смотрите далее, а я с вами прощаюсь.